Приветствую! Если вас заинтересовал класс ветерана-снайпера в Warhammer Darktide, то этот гайд сделан специально для вас. Ветеран является наиболее универсальным классом в игре. Он превосходит все остальные классы по скорости уничтожения специалистов и элитных врагов. Да и с ордами обычных врагов он справляется тоже очень даже неплохо, за счёт наличия сразу четырёх осколочных гранат. Единственное, чего не хватает ветерану, это возможности контроля толпы. Что, впрочем, даже хорошо, иначе остальные классы были бы и вовсе не нужны. «Быстренько пройдусь по каноничным перкам». Стрельба наверняка. Перк, повышающий урон по слабым местам на 15%. Слабым местом у подавляющего большинства врагов является голова. Чем лучше вы умеете делать точные хедшоты, тем эффективнее вы будете играть за ветерана. Навык «Будь готов» повышает весь боезапас ветерана на 40%, подчёркивая акцент данного класса на дальнем бое. Аура «Собиратель» тоже связана с боеприпасами. При убийстве элитного врага у вас и у ваших союзников имеется небольшой шанс восстановить немного боеприпасов. Ну и главным активным навыком ветерана является залповый огонь. При использовании этого навыка ветеран переходит в особую стойку дальнего боя на 5 секунд, помечая всех элитных врагов и специалистов. В этой стойке урон ветерана повышается на дополнительные 50%. Перейдём к билду. На некоторых уровнях у ветерана может быть сразу несколько объективно хороших перков на выбор, что позволяет подгонять билд под свои предпочтения, не теряя в эффективности. На пятом уровне я рекомендую взять перк «Подтверждённое убийство», который восстанавливает стойкость на 25% при убийстве специалиста или элитного врага. Ещё 25% вы будете получать в течение некоторого времени после этого. Прелесть этого перка в том, что он может накладываться несколько раз, если вы убили несколько спецов или элитных врагов подряд. Более того, данный перк срабатывает даже при убийстве оружием ближнего боя. То есть, даже находясь в гуще событий, у ветерана есть возможность восстанавливать или стойкость и выживать. На десятом уровне на выбор есть сразу два полезных перка. Перк «Снайпер» повышает урон дальнего боя до 20% в зависимости от расстояния до цели. Чем ближе, тем ниже бонус. Хороший перк для первых трёх уровней сложности. Однако на повышенной сложности лучше взять перк «Склад взрывчатки», который даёт вам одну гранату каждые 60 секунд. Перк «Снайпер» на высокой сложности, увы, активируется не очень уж часто, так как враги будут очень упорно лезть вам в лицо. Да и постоянно находиться на большом расстоянии от своего отряда – тоже затея так себе. На пятнадцатом уровне в данный момент есть только один объективно хороший перк – биоптическое наведение. Он помечает элитных врагов и специалистов не только для вас, но и для ваших союзников, помогая им быстрее обращать внимание на элитных врагов и убивать их. Вы наверняка также обратили внимание на перк «Группа подрыва», который с 5% шансом даёт всей команде под эффектом сплочённости одну гранату за убийство элитного врага. На словах данный перк довольно силён, однако после парочки патчей, увы, он срабатывает далеко не так часто, как вы себе воображаете, поэтому на деле он довольно бесполезен. На двадцатом уровне все три перка могут быть вам полезны в зависимости от уровня сложности и ваших личных предпочтений. Перк «Непреклонная концентрация» может лишний раз спасти вас во время сложных ситуаций, когда вы окружены толпой пулемётчиков, например. Данный перк снижает входящий урон по стойкости на 75% во время действия залпового огня. «Голов в песок» – идеальный перк для подвижных снайперов. Данный перк восстанавливает 20% выносливости во время скольжения и уворотов от атак. Его обязательно нужно брать в паре с перком «Смертельный выстрел», о котором я расскажу чуть позже. Ну и перк «Эксперт по маскировке» подойдёт для начинающих снайперов и для игры на низких уровнях сложности. С этим перком враги будут реже целиться вас, пока вы неподвижны. На 25 уровне у вас на выбор два перка. Если вы взяли перк «Голов в песок», то обязательно возьмите «Смертельный выстрел», который повышает вероятность крита на 25% и снижает смещение оружия во время прицеливания на 60%, но при этом он тратит 10% выносливости в секунду. При этом важно постоянно уворачиваться и скользить, чтобы восстанавливать выносливость обратно и иметь возможность чаще активировать этот перк. И вторым перком на выбор здесь является «Буря осколков», который накладывает заряды кровотечения на врагов, поражённых вашими гранатами. Это очень мощный перк для быстрой зачистки орды. Если вы также взяли восстановление гранаты на 10 уровне, то вы можете не жалеть гранаты и кидать по 2 штуки сразу, как только орда начнёт приближаться. К тому же этот перк здорово помогает проповеднику и Огрину в вашем отряде, при условии, что у них взяты связанные с кровотечением перки. Перки 30 уровня в целом тоже все неплохие, однако лично я предпочитаю перк «Ответный огонь», который повышает урон по слабым местам на 25% во время активации залпового огня. В сумме с каноничным перком и с активным навыком урон по слабым местам возрастает до 90%, что помогает вам очень быстро убивать любых специалистов и элитных врагов. С перками разобрались, теперь пара слов про снаряжение. Классическим оружием гвардейца является лазган, и я не вижу причин выбирать что-либо ещё. Однако в игре присутствует сразу несколько модификаций, наиболее универсальной в плане урона и точности из них является лазган Контраэля мод 12. Из дополнительных параметров на оружие вам нужен повышенный урон по бронированным целям, также желательно по маньякам или специалистам. Также желательно иметь на оружии перк «Призрак», который на долю секунды даёт вам полный иммунитет к атакам с дальней дистанции при попадании по слабым местам. В качестве оружия ближнего боя лидирует силовой меч. Он пробивает броню элитных врагов, быстро снимает щиты с боссов, да и с ордами обычных зомби справляется довольно быстро. Главное не забывайте его заряжать. Одной подзарядки хватает примерно на 3 быстрых удара. На оружии ближнего боя также желательно иметь дополнительные параметры урона по броне. На талисманах присматривайтесь к параметрам, повышающим запас и скорость восстановления стойкости. Одно дополнительное ранение тоже не будет лишним. Подводя итог, могу лишь сказать, что ветеран является наиболее универсальным классом в игре. Превосходство в стрельбе и в истреблении наиболее опасных противников наполняется умением постоять за себя в ближнем бою, а также умением быстро зачищать орды при помощи гранат. Как я уже сказал, ветерану не хватает контроля. Если орда добежит до ветерана и зажмёт его где-нибудь в углу, у него не будет возможности быстро вырваться и сменить позицию, то есть придётся вырываться с боем и с потерями здоровья. В этом плане приходится полагаться на помощь псайкеров и огринов. И на этом у меня всё. Если у вас есть какие-либо вопросы, дополнения или замечания, не забудьте оставить комментарий. Большое спасибо за просмотр и счастливо!